Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Анатолий. Вместе с вами сегодня я хотел бы коснуться к теме, как благоразумие. Много событий в течение жизни происходят с каждым человеком. И не всегда человек оказывается готов к тем или иным обстоятельствам, ситуациям. И не всегда человек принимает верное решение. И верное решение – это как раз благоразумие. Это духовное состояние человека, даже семьи, народа. Это мудрость, это рассудительность, это осмотрительность, это верное, доброе мышление. Это планы, это светлый ум, это емкое слово, которое очень часто не хватает нам, людям. Но мы можем его молитвенно просить. И просить мы его можем у Бога, у Иисуса Христа. И просите, и дано будет вам. Потому что просите на добро. И рассудительность, благоразумие, оно необходимо нам в учебе, в работе, в общении с людьми, в конфликтных ситуациях, в спорах. В решении семейных каких-то задач, принятии правильного отношения к кому-либо или к чему-либо. Это может быть в поездках, это может быть дома, это может быть в уходе за своим здоровьем. Но так или иначе, благоразумие, оно необходимо. И мы обратимся к Библии, это будет всего три стиха. Первый из них это притча 27-12 стихом. Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются. Притча 17-27 стихом. Разумный воздержим в словах своих, и благоразумный хладнокровим. Апостол Павел Колоссянам, 4 глава, 5 стихом. С внешними, то есть с посторонними, обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Итак, что важно человеку знать, что благоразумие – это мудрость, это необходимость для каждого человека, для того, чтобы жизнь его складывалась верно, правильно. И этого, эту черту необходимо искать. Просуждайте на эту тему, а я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания. Продолжение следует...